В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов на заседании коллегии подведены итоги работы за минувший год. В 2021 году на исполнении в управлении находилось 964 тысячи исполнительных производств, из которых 493 тысячи судебные акты. Тверскими приставами взыскано более 9 миллиардов рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем в 2020. Бюджет перечислено 365 миллионов рублей исполнительского сбора. Это на 70 миллионов больше, чем в 2020 году. Плановое задание выполнено на 109%. Фискальных платежей на 1 миллиард 910 миллионов рублей, что на 250 миллионов больше, чем в 2020 году. Плановое задание выполнено на 102%. И доля исполнительных производств, по которым частично или полностью должником погашена сумма долга, составила 50%. В 16 отделениях этот показатель намного выше, чем среднеобластной. В своем докладе Надежда Семенова отметила положительную динамику по взысканию задолженностей по заработной плате и алиментам. Благодаря работе судебных приставов в 2021 году в защиту трудовых прав граждан взыскано порядка 57 миллионов рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, превысила 77%. На содержание несовершеннолетних детей взыскано более 369 миллионов рублей. По направлению обеспечения установлено порядка деятельности судов, в 2021 году, как в предыдущие годы, не допущено фактов чрезвычайных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участников судебных процессов, работников и пустителей судов. Судебным приставом ППДС выполнено 24 тысячи заявок на обеспечение безопасности судей и участников судебного процесса и 20 тысяч заявок на обеспечение безопасности судебных приставов исполнителей. Надежда Семенова отметила, что работа судебных приставов в 2022 году станет еще более открытой и доступной для жителей региона. Заседание коллегии завершилось награждением сотрудников управления и подведением итогов ежегодного смотра конкурса название «Лучшее районное межрайонное специализированное отделение» в 2021 году. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь с сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанное собеседником счета либо с целью обезопасить сбережение – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим.